Волшебно. Вот, сгибания, сгибания недостаточно. Согнуть, разогнуть. Марина Георгиевна показывает свои успехи. Сейчас уже сложно поверить, что кисть когда-то пришивали. О несчастном случае напоминают лишь побелевшие шрамы. Пользоваться собственной рукой Марина училась полтора года. Было сложно психологически, рассказывает женщина. Но все это время Марину поддерживали друзья и родные. Постепенно, палец за пальцем, она разрабатывала связки и сухожилия. Выполняла все упражнения и даже придумала свои. Мне впечатлило тот прибор, который используется для укрепления туловища. Диск здоровья он называется. И вы на нем вот так крутили. Несчастье случилось в 2017 году на мясокомбинате, где работала Марина. Рука попала в гигантскую мясорубку и агрегат просто вырвал кисть. Женщину тут же доставили в краевую больницу и врачи 9 часов сшивали все сухожилия, сосуды и артерии. Как говорит сама Марина, доктора совершили чудо. Вернули ей руку. И она смогла осуществить давнюю мечту. Научилась ездить верхом на лошади. Я ездила просто в санаторий в Туман. Там были лошади. И вот ходила каждый день, ездила. Теперь я уже и готовлю, и даже стряпаю. И что-то там еще. Все равно уже эта рука как помощница мне помогает. Стараюсь все делать. Учиться заново. Все делать. Вадим Киасьян – микрохирург и заведующий микрохирургическим отделением. Постоянно переписывался с пациенткой и следил за ее состоянием. Именно он провел операцию по реплантации кисти. Доктор осмотрел руку и сказал, что результатом доволен. Да, рука полностью не сможет восстановиться, но успехи определенно есть. Сейчас врач советует забыть о произошедшем и продолжать обычную жизнь. Настоящая реабилитация, говорит хирург, та, о которой не думаешь. Обычная жизнь – разработка без фанатизма. На мой взгляд, надо когда-то бросать это дело, я имею в виду разработку, и жить уже приспосабливаясь к тому, что есть. На мой взгляд, когда ты постоянно об этом думаешь, ну, это тоже ничего хорошего. Мы же лечим не для того, чтобы постоянно лечиться, а чтобы когда-то забыть об этом. Этому совету Марина уже следует. Просто живет. Сейчас женщина вышла на пенсию и на мясокомбинат больше не вернется. Она говорит, что на будущее не загадывает и будет ли еще работать – не знает. Она хочет проводить больше времени с семьей и друзьями. Елизавета Курмачева, Александр Тропин, Новости ТВК.